Всем привет, мои хорошие! Рада приветствовать каждого на моем канале. Рада вас приветствовать! Сегодня у нас кутабики, йогурт Дониссимо, какой-то супер жидкий. Он что, испортился? Видимо, испортился. Надо открыть, посмотреть, какой-то он супер жидкий. Ну, в общем, йогурт Дониссимо, пельмешечки, кутабики и я с новыми бровями. Что касается комментариев, все 50 на 50. Кому-то нравится, кому-то нет. Опять же говорю, это не конечный результат, так скажем. Еще корочка должна сойти. Понятное дело, сейчас они очень графичные, яркие, очень бросаются в глаза. Так не будет. Вот, нужно немножко подождать, что я, собственно говоря, и делала. Но я каждый день снимаю видео, поэтому вы меня видите каждый день. Если честно, я сильно не загоняюсь. Как говорится, в жизни надо попробовать все. К мастеру у меня особо претензий нету. Если честно, я сама захотела такие брови. Но я просто думала, что мне больше подойдет. Хотя фиг знает, может, подходит. Мама говорит, что красиво. Чем миллион, не знаю, раз думать стоит, не стоит. Лучше один раз сделать и понять, это процедура для тебя или нет. В любом случае, это не татуаж. Это напыление. У этого же мастера делала моя подруга. Я знаю, что будет дальше с моими бровями. Если прям вообще мне не понравится. Годик-полтора похожу. Он выцветит. Потом я, наверное, сведу просто этот кончик. И оставлю свой. Вот и все. Не могу сказать, что я прям жалею. У меня изначально брови с детства очень разные. Понятное дело, что нету ничего в мире идеально ровного. Понятное дело, наше лицо тоже не идеально симметричное. Вот. А брови получились максимально похожими. На удивление, я парню отправила видео. Ну так, на селфи камеру сняла. И он говорит, что очень круто. Но. Знаете, почему я начала загоняться? Представим ситуацию, что сейчас меня все устраивает, все офигенно, все отлично. Правильно? Проходит два года. Вот уголочек, там, где мне нарисовали угол, краешек, там волос нету. В конце концов, не то, что в зеленый уйдет, в синий или в красный, он начнет выцветать. И по-любому, если ты один раз сделал татуаж, получается, каждые два года ты обязан повторять эту процедуру. То есть, например, ты делаешь губы. Гель сам по себе рассасывается, и все, ты не запариваешься. А тут не так. По-любому, когда-нибудь тебе придется это свистеть. И об этом я задумалась после того, как сделала эту процедуру. Например, у меня подруга Жали ходит с перманентом. Она сначала даже татуаж делала, потом перманент, что только она себе не делала. Ну, не очень круто смотрится. Вот я сейчас смотрю на себя, мне нравится. Мне нравится, но мне страшно от того, что будет потом. Когда я передумаю делать татуаж, я не хочу постоянно делать его. Короче, не обращайте внимания. Я в комментариях трем человек ответила, что отвечу на ваши вопросы в видео. Я на них обязательно отвечу. Просто сегодня у меня есть такая интересная тема для разговоров. Точнее, не то, что интересная тема, просто кое-что со мной случилось. Я уже давно хочу вам рассказать. Вот. Как только все эти истории улягутся, так сразу отвечу на ваши вопросы. Не переживайте. Пишите комментарии. Я часто отвечаю на комментарии, что отвечу в видео. Я так и делаю. В общем, помните день, когда я покупала себе ноутбук? Так получилось, что я как бы оформила покупку. Мне должны были установить программу монтажа, установить Windows и другие приложения. Мне сказали, у вас есть два часа времени. Можете походить, погулять и так далее. Я была на 28-м. Это самый-самый центр города. Зашла в мол, попила кофе. Мне так стыдно было пить кофе одной. Встретила подписчицу. Она, наверное, подумала, что я кого-то жду. Могли бы с тобой попить кофе вместе. В общем, мне всегда стыдно почему-то в заведениях сидеть одной и кушать или пить кофе. Я как-то чувствую себя обделенной, что ли. В общем, походила по магазинам на улице. Был такой дождик. Не тоже дождик. Это был снег, который превращался в дождь. Такое мокрое. В общем, я ходила, ходила и наткнулась на здание, которое находилось очень близко к метро. К метро двадцать восьмому. Рядом с Беатрис вы поворачиваетесь наверх и чуть-чуть идете там новое здание, новостройка строится. И там огромный такой плакат. Ипотека от застройщика беспроцентная. Смотрю, место расположения здания очень хорошее. Первоначальный взнос двадцать процентов. Но, понятное дело, там квадрат, наверное, очень дорого стоит. Я просто сохранила номер. Не то, что сохраняла, сфотографировала это объявление. Думаю, когда время будет, приду домой, сяду и позвоню. Уточню эти моменты. Сейчас я начну. Ты же была против ипотеки. Ты же не хотела ипотеку. Я против ипотеки через банк. То есть, когда банку ты платишь бешеные проценты. Когда застройщик только начинает свое строительство, во-первых, он продает очень дешево, во-вторых, ему нужны инвестиции, денежки. И поэтому при хороших условиях даются рассрочкам. Но там ненадолго, там максимум на 5 лет. Там на 5 лет и нужно где-то платить плюс-минус 100 тысяч в месяц. В общем, мне это все подходило. Я думаю, классно. кстати, если куплю вторую квартиру, об этом я не буду рассказывать, потому что меня мои родственники уверяют, что существует сглаз. Хотя я в это не верю, если честно. Просто я, наверное, не буду рассказывать до тех пор, пока я не заплачу до конца. Вот когда я закончу через 5 лет, когда я опять буду блогером, там, хотя я сомневаюсь. Возможно, через 5 лет я либо уйду полностью на бумажный канал, либо вообще не буду снимать. Я не вижу себя блогером через 5 лет. Не знаю, как оно там будет. Посмотрим. В общем, не суть. Я вообще про другое хотела вам рассказать. В общем, я смотрю, условия меня устраивают. 20% первоначальный взнос находится, блин, так близко к метро. Это прям центр центров. Ты выходишь из дома и заходишь в Молл. Подкиньте. Я такая думаю, вау, круто, надо брать. И, в общем, звоню, берет мужчина и начинает на меня ругаться матом. прикиньте. Типа, вы меня достали уже, что вы мне звоните, идиоты, придурки. Я такая не врубать, я такая еще говорю, извините, пожалуйста. И он дальше меня оскорбляет. Я извиняюсь перед ним, а он дальше меня оскорбляет. Мне, значит, так неприятно стало. Я думаю, наверное, я ошиблась номером. открываю эту фотографию и начинаю сравнивать номер. Один и тот же номер висит на объявлении и берет этот сумасшедший. Я так разозлилась. Что ты на меня орешь, придурок, если твой номер на объявлении. Я решила ему перезвонить, это обычно не похоже на меня, я такое никогда не делаю, но меня разозлигут. Я решила перезвонить ему и сказать, придурок, сам ты такой. вот твой номер на объявлении висит. Что-то оскорбляешь людей, идиотина. Я позвонила ему обратно, он не взял трубку, но Айка была хитрее. У него был WhatsApp на этом номере, и она WhatsApp отправила фотографию, где его номер висит на объявлении. Я говорю, все, что вы мне сказали, это вы. Обратите внимание, ваш номер висит на объявлении. Я звоню по объявлению, мне заняться нечего вам просто так названивать. Плюс еще, знаете, что? Я звоню, он такой, да, здравствуйте. Я такая говорю, я по поводу объявления. И у меня такое, какого объявления? Я говорю, насчет новостроек. И что? Я ему подробно рассказываю о том, какую я хочу квартиру и так далее. Он молчит, он не говорит, что вы не туда попали, девушка, что вы мне тут говорите. Слушает, 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 потом начинает меня оскорблять. квадрат. И в конце я говорю, я, видимо, ошиблась номером, а потом я понимаю, что нет, я не ошиблась номером. Вот, так что я не узнала, сколько стоит там квадрат, и возможно, к лучшему, это раз люди так безответственно относятся просто к номеру, который указывает в объявлении. Не стоит таким людям доверять. Потом с подружкой переговорили, подружка говорит, не стоит покупать квартиры с котлованом, как говорится, потому что здание просто-напросто могут не достроить. Ну, это, знаете, как повезет. У нас, например, в нашем здании, где я живу, один мужик, купил 10 квартир, когда только-только застраивалось. Ну, все застроилось, и он, получается, продал в два раза дороже, когда уже здание было сдано. Просто это здание находилось в таком центре просто города, я не верю, что там на середине оставят и уйдут. Хотя обязательно в комментариях пишите про свой опыт. Мне почему-то кажется, что этот йогурт, он испорченный. Я его не буду, наверное, есть. Да, точно испорченный. Он какой-то жидкий. Хотя сурок еще есть. Странно. Ну, в общем, давайте не будем экспериментировать. Поедим немножко кутабиков. Сегодня я еще в гости иду с этими бровями. Пригниться, мне еще голову мыть нельзя. Надо в салон сгонять полный голову. Пока что корочки не сошли. Брови не будут такие графичные. Барбарис. Я забыла. Я забыла котых. Кефирчик сверху сыпите. поливайте. Получается пушка. То ли эту мужику названивают люди постоянно. Поэтому он такой злой. Если названивают, уточни у человека, а где вы взяли мой номер? А где именно это находится? Возможно опечатка, какая-то ошибка. Сходи в это место и скажи, что вы указали мой номер вместо вашего. Тут произошла ошибка. Ну в общем меня оскорбили. Я оскорбилась. На этом все, мои хорошие. Я поела. Было очень вкусно. Не забывайте ставить лайки и подписываться на мой канал. А с вами была Айка. Всех люблю. Пока.